Девушки отдыхают Нина, с кем вы пришли? Сразу нас познакомьте. Это пиратик, его один годик. В конце обязательно познакомимся с пиратом поближе. Ну а сегодня у нас такая интересная тема, связанная с гаданиями при помощи животных и на животных. Вот время святочного гадания, оно еще не закончилось. Где-то пишут, что до Старого Нового Года, то есть до сегодня можно гадать. Где-то пишут, что до Крещения. Мы успели еще или нет? Ну вообще многие мировые религии и культуры говорят о том, что люди узнают будущее ежедневно и даже ежечасно. То есть ограничений никаких как бы нету. Все зависит от нашего желания получить ответ на свой вопрос и от реальной ситуации. Потому что все цивилизации сходятся в одном. Обращаться к проскопии, это прогнозирование будущего, нужно именно тогда, когда в этом есть потребность. То есть можно в любое время? Но при потребности, да, а не для суисловия, как говорится, и не для праздного любопытства. А как так вообще получилось, что животные стали участниками таких вот предсказаний, гаданий? Они обладают какими-то вот свойствами определенной предвиди, предвидеть могут, предсказывать. Почему именно животные? В Кемплижском университете долгие годы шло исследование животных. То есть профессором Рупертом Шелдрейдканом. И он доказал на основе 4000 примеров, что особенно домашние животные, которые близки человеку, это кошки, собаки, не только обладают способностью предвидеть будущее, но и могут спасти своего хозяина от аварии, несчастного случая, пожара. До того, как какие-либо предвестники этого события появились. Скажем, кошка укусила женщину за руку, она была вынуждена в автомобиле остановиться, и упало дерево через несколько, буквально вот секунд перед машиной. То есть если бы она ехала, она бы погибла. Очень много случаев. Предвидеть и попытаться попрепятствовать. Конечно. То есть животные любят своих хозяев и спасают им жизни. Но если говорить о диких животных, мы просто не знаем, насколько они могут предсказывать будущее. Но ведь мы обращаемся к кукушкам. Герой Эдгара По спрашивал ворона, который влетел к нему во время бури. То есть спрашивают вообще буквально любое животное. А Пушкин, если помните, спас жизнь обыкновенный заяц, который перебежал ему дорогу. Пушкин не поехал в Санкт-Петербург и не оказался замешанным в заговоре декабристов, сохранил свою жизнь. Вот так вот. То есть и дикие животные, и домашние животные, видимо, обладают одинаковыми способностями. Мария, вот с точки зрения биологии, можно объяснить, как вообще животные попали в гадание? Почему люди верят именно в поведение животных? Ну, видимо, всё дело в том, что мы очень близко находимся в нашем мире по родству, так скажем. Поэтому мы переносим очень много наших эмоций, чувств, взглядов на животных. То есть нам свойственно как-то их можно даже обожествлять в очень многих мировых религиях. Я думаю, что связано основным с этим. И дело в том, что у животных действительно гораздо сильнее, чем у людей, развиты очень многие чувства. И осязание, и обоняние, и они предчувствуют даже вплоть до каких-то электромагнитных колебаний гораздо лучше человека. Я думаю, что из-за этого... В этом дело, да. У нас есть опрос. Анастасия Матвиенко узнала у жителей нашего города, что можно предсказать при помощи животных. Здравствуйте, я Настя. Как обычно, корреспонденты ТВ собирают мнение утерки. Домашний питомец может быть не только другом, но и настоящим предсказателем. О чем он может нам рассказать? Давайте спросим у наших горожан прямо сейчас. Вы заметили, что сейчас в домах не стало тараканов. Отчего думаете? Потому что появилась сотовая связь, очень много излучений. Мне кажется, что они тоже это почувствовали и убежали из дома. Собаки валяются в круге. Это я слышал. Что еще? Кошки больные места могут находить, они ложатся на больные места. В Индии какой-то слон что-то предсказывает, в разных странах где-то еще. Но я думаю, что не все животные чувствуют погоду. Даже если есть такие животные, то это, знаете, один-два на всю планету. Где кошка спать легла, там поставь свою постель. То есть у меня кот со мной всегда спит на диванчике. Так что поэтому не знаю, думаю, знаете, в благоприятном месте находят. Я так смотрела по телевизору на Сминогову, который это в футбольном матче предсказывал, и кто-то еще. Если я не ошибаюсь, что-то из семейства хуни, по-моему, что-то было там. Но есть же случаи такие, что животные спасали людей. То есть если землетрясение, они чувствуют колебания, земли, чего бы не чувствовали. Делитесь своим мнением и вы. Пишите нам в скайп, звоните нам в скайп или оставляйте свои комментарии на нашем сайте. Ну вот тут не только предсказания, гадания при помощи животных, но и какие-то вот такие вот народные поверья прозвучали. Собака валяется к пурге. А вот какие чаще всего животные встречаются именно в гаданиях? Все-таки это больше домашние питомцы или дикие тоже есть? Ну, насколько я встречала, конечно, по большей части люди обращаются к своим домашним. К домашним животным. Не только к кошкам и собакам, а и к домашнему скоту, к петухам, к свиньям, к лошадям. То, что вот в деревне... То, что их окружает, то, что наполнено вот какой-то такой нашей теплотой, заботой, то, что нам помогает в нашей жизни. Мы считаем, что эти животные могут нам что-то понять о нашем будущем. А с такими животными не устраивали гадания? Например, там, залезть в берлогу к медведю или поймать лисицу за хвост? Что-то вот такое вот... Медведи, что вы, какие гадания? Это же было божество. То есть человек, убивший медведя, то есть он у него в ногах валялся у мёртвого и спрашивал прощения. Медведь, как потом биологически, и оказалась очень близок к человеку, действительно, по многим своим параметрам и так далее. То есть были животные священные, то есть они тоже даже вот гадания, а само их мифологическое явление в судьбе, оно могло изменить судьбу человека. То есть мог появиться шаману белый волк встретиться. Это сулило для всего племени, то есть громадные перемены. Мог встретиться медведь, то есть который был носителем души, то есть человеческой, и был братом человека. Убивали их лишь в крайних случаях, когда совершенно уже племя погибало от голода. Ну и множество поверьей. Просто мы уже далеки от животных. С нами вот самые близкие остались. А в Древнем Риме та же орнитомантия, это использование птиц было совершенно нормальным. Более того, прагматизм наших предков простирался так далеко, что гадали не только по живым, но и по мертвым животным. И в частности... Да, горуспеки как раз те самые, которые по внутренностям гадали. Совершенно верно, горуспексы, да, то есть это горускопия, да, то есть это по внутренностям животным. И в Германии, когда был праздник забоя свиньи, почему перевернутая печень, например, свинье сулила утрату хозяина в течение года. Там, значит, расширение сердца, то есть оно говорило о том, что будет прибавление в семье. Поэтому немецкие бюргеры практичные, те, которые концлагеря потом понастроили, чтобы без кожи это делали, абажур, я имею в виду прагматизм нации, они обязательно по траха рассматривали, прежде чем колбасно делать. То есть, ну вот, я уже говорю о таких вот вещах. Но, в принципе, да, по внутренностям животных, то есть жильцы тоже предсказывали, то есть будущее. Но надо помнить, вот все-таки о главной постулат скажу, если вы хотите, чтобы животное ваше вас защищало и прогнозировало ваше будущее, любите его и заботьтесь о нем. Вспомните, все священные животные жили в неге, холе и внимании. А так, чтобы животное использовать как прагматичный немец, ну, тогда и узнаете что-нибудь ужасное, правда. А вот есть ли разница домашняя, это твой кот, за которым ты ухаживаешь, или можно для гадания соседского кота или собаку позвать? Нет уж, вы знаете, вот я только что сказала, вот о ком вы заботитесь, вот вы, пожалуйста, как говорится, от них информацию получайте. То есть, оно чужое животное не получится? Оно чужое, нет, может быть и получится, но это неэтично, нехорошо, это меня соседи поймают, заволокут себя в квартиру и скажут, а ну-ка предсказывай нам будущее, как-то некрасиво, правда. Я думаю, что это нехорошо. У нас уже спрашивают зрители, зачем нам цыплята в эфире и как на них можно гадать. Мария, давайте вот, они там уже разворошили всю подложку. Ну, расскажите, что за гадания можно показать прямо сейчас в эфире, для чего поднос, что там, кусочек угля. Мы решили для примера показать здесь очень наглядное такое, наглядное гадание. Вообще, в оригинале, конечно, используется курица или петух, но мы не стали приносить. Это мини-версия. Урезанная версия, и вот мы здесь можем наблюдать три монетки разного номинала. Кусочек хлеба, уголек и воду. Все это символизирует определенное предсказание. Допустим, сейчас мы будем гадать на жениха. Если цыплята пойдут к монетке с наименьшим номиналом, значит, нам, наверное, попадется не очень обеспеченный юноша, но, может быть, мы будем его очень любить.